ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Да, 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 и так, говоришь, доминиться людей. Хотя тут, это, то есть, застава в украинские времена была, а то тогда, да, действительно, было столько людей, чтобы романов было. Ну, очень много, на пляже было вообще очень много. Много мы первый раз приехали в августе 14-го года сюда. Ну, уже Крым был наш, но народу было много. А ты что, вообще, первый раз? А оно при Украине тебе что, не было? Нет, нет. Я в 14-м году уже переехала. Так ты там что, покупала нату? Конечно. Я при Украине, мне и так-то никогда в голову не пришло бы в Крым ехать, а тем более при Украине. Это же Алинка купила-то. Я и не думала. Нет, даже и... Мы как раз приехали из Болгарии там в августе и поехали сюда в конце августа. Ну, бежит, главное, и на машину не смотрит. Собака-то деловая. Народ на пляж, наверное, весь никого нет. Вы же тогда в долларах покупали? Нет, в рублях мы покупали. Мы же из России приехали, чтобы... В России же сделок не было в доллар. Нет, тогда это считано в долларах не было. Ну, я знаю, что уходили, считали-то в доллары. Да, все, пожелали. Все. Потому что тогда все, вот эти люди проезжают, сколько до... Ну, на почту зря съездила. Не отправила бандероль. Там в две кассы и стоят две очереди. И все вот с этими заказными письмами отправляют какие-то документы за границу. В общем, мне так девочки моргнули, что это надолго. Ну, ладно. Зато заехала в Золушку магазин и купила... Была с собой тысяча рублей. Вот купила. Но под бронзу нет, только медь. Медь и под серебро. Ну, вот что делать? Хоть так, сколько времени не было. Вообще никаких. Костя там чего-то опять травмировался. Сейчас мальчонка наша поспит. Если погода не испортится, съездим хоть на Беляус. Видели, какое солнце было? А мы выехали на Беляус. И дождик пошел. Что там, господи? Учебная. Вот так немного растет вентилятор бабушка. Да я знаю, Жек. Или куда сегодня. А, или... Смотри. Стоят на месте твои вентиляторы? Ну, да. Никуда не убежали. А там заправка. Да. А вот они. А там дедка пласятка. А я купил зрачку только. Может, пока доедем, и солнышко опять выйдет. На вентилятор доедем. На вентилятор. Просто туманно. Солнышко. Теплее стало на 1 градус 25. Ку-ку. Ку-ку. Прямо на море? Да. А, вон они. Вон, наверное, не видно вам. Вон там два прям парочкой летят самолеты. А на нем, наверное. Это собака. Купание обещает быть фееричным. А что сюда? Оно влюло сейчас там, на косе. Видно, уже. Это долгих. Арбузы-то не продают? Рано еще, наверное. Вон, коробки, смотри, гуляют. Мам, я смотрю. Смотрю. Проехали мы дождик. Что это там? Что это за животное? Такие звуки издает. Там замок. Турба, заверни. И отель. Ну, мусора сколько. Ну, хоть собирают и выкладывают к дороге. И то хорошо. Народ-то живет в машинах, в палатках. Сейчас не видно. Вон, народ живет. Вода кипит. А где сумма? Вон, в палатке, прямо на берегу. Командир. Вон, видите, сколько. Да тут в любую сторону. И в кустах, и без кустов. Ну, вот. Последний раз были. Думала, не долго. Ой, не... Долго не увижу. А вон, видите, как привелось. Погода хоть и не очень подходящая. Ну, вроде, вот, видите. Туча туда, в ту сторону. В сторону Черноморского пошла. Море шумит, плещется. Издалека слышно. Вот люди приезжают, и тут дикарями живут. Серега все говорил, вот, надо взять с собой палатку, приехать хоть, ну, с ночевочкой тут побыть. Ну, волны-то какие. Ой. Красота. мальчишки говорят холодная вода все холодно мальчишки мальчишки Убегает, убегает. Папа решился. Сашке страшно, но с отцом не страшно. И в холодной воде. Кричит там. Там тоже волны какие. Ой, Гриша, Гриша с Олегом. Крику, визгу. Две девчули сидят на стульчиках. Это бабушка-купальщица. Так, а это что? Нет, это без дырочки. Не куриный бог. А вы помните, как в детстве с лагерей с Черного моря привозили куриный бог, называется, с дырочкой камушек на счастье, на удачу? Ой, у меня их столько. Собрано за эти года. Как-то счастья не принесли. Ждут волну большую. Дождик моросит. Дождик моросит. О, идет. Вот, видите, какую нашла. Вот они очень редко попадаются, вот такие оранжевые. Причем зимой чаще вот они находились. Много находила зимой. Но они такие тоненькие, что их надо как-то отдельно куда-то класть. Пока до дома приедешь, они там в этих ракушках перемелятся. Их поэтому, наверное, и мало-то, что они тоненькие. Мои вон ходят, греются. Сейчас корал, не хотел из воды вылезать. Ну да, погода не ахти, конечно. Ну а что делать, если завтра уезжать? Да и вообще, какое-то лето в этом году. Дожди очень часто. Прямо несколько дней теплых, и опять несколько дней дожди. Вся жара в Питере, в Москве и в Мурманске. Ну что, накупались. Надо уезжать, вон туча идет. Сейчас самолет пролетел прям низко-низко. У меня телефон бывает тормозит. Не включается, когда надо. Какая же тут чистая вода. Это не то, что на городском пляже. И вообще, тут даже дышится по-другому. Не зря люди сюда приезжают. Ну ладно. Мы пошли. А то туча. Того гляди, дождь пойдет. Пока, Беляус. Пока, дорогой. Бог даст, увидимся. Глядят, крылышками машут. Кар-кар. Кар-кар. Ха-ха-ха. Кар-кар. О, а тут солнышко. Кар-кар-кар. Кар-кар это вороны, Саш. Кто это? Это мы там под тучкой были, да? Все, 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 все. Знаешь, если мы когда возле КамАЗа проехали, то мы себе это... О, солнышко. Солнышко вышло. Я помню, мы там с тобой ездили. Я ехал просто где-то на кастрю, ветром плачет. Самый у нас ветер. Шикарный замок, конечно. Это вообще просто где-то вон, а просто взять и съезд. Что за грузовики куда поехали? За песком. Песок там с... То солнышко, то тучи. А мы едем в вентилятор. Саша просит поехать попрощаться с вентиляторами. А мы едем в вентилятор. Да, милый, я с тобой хоть пешком на край света. Попрощаться, говорит. А мы едем в вентилятор. Вон они там стоят. Так что, мои дорогие, вам еще встреча с вентиляторами сейчас предстоит. Початка. Початка. Да, насмотрелись вот эти вот, где они ручки, сгорают, сгрубаются. Вот вам слышно, нет, как он воздух рассекает? Ой, какой запах в степи. Мои хорошие. Пахнет вот этими цветущими растениями. Прямо такой вот луговой, что ли, запах какой-нибудь. А вон там солнышко и берег освещается вдалеке. Далеко, правда. Ну, все, сейчас попрощается. А что толку завтра опять будет проситься к ветрякам? Они уже с утра ездили сегодня. Ну, не к этим, а там, которые близко, около Черноморского. Они мне показали такие страшные видео на Ютубе. Вот эти вот, как они взрываются, горят, как их падают они. Ой, после этого как-то пропало желание под ними стоять. Вот эти вот, как они взрываются. Простор какой. Простор какой. Ну, все вроде назад идут. Вот еще тучи того, гляди, дождик польет. Собрались в кафе ехать. Таня говорит, не охота ведь готовить, правда. Да там и так целый холодильник забитый. Мне теперь еды надолго хватит. Выезжали в дождик и возвращаемся опять в дождь. Собрались в дождинку. Вот такая непонятная погода, и вчера была, и сегодня, видимо, еще будет. Если что, и завтра, и в четверг, обещают такое. Привет, мегаполис. Саша резвится. Все хорошо, музыка играет. Я знаю, что заказываете. Там бургеры есть, есть карбонара. Все, я знаю, что заказываю. Наггетс, девять штук, картофель по деревянске и пиццу-маргаринку. А ты знаешь, почти как на пиццах? Есть бургеры. А я даже не знаю. А тут есть соц. Там бекон. Тебе принесут курицу. Трубочка куда-то. Не надо, с пола, если не надо. Попросили. А что это? Что это? Это картошка фри и сэндвич. Я знаю, как утили. Папа придумал, чтобы повыше был. Ты выше всех, Сашка, сидишь. Наггетсы твои, да, будут твои. А это Олега и Гриша наггетсы. У всех наггетсы потом. Что вам наречаете? Салат капрезе. Это я буду есть. Ты просто ешь наслаждалась. Ой, вышли на улицу. Объелись. Сейчас будем проводить фокусы. Ой. А ты еще вот так полу? У тебя. Бабушка. Мальчишки после моря от жадности, от того, что голодные, поназаказывали, господи. И бургеры, и картошка по-деревенски, и борщ, и пиццу, и наггетсы эти. Ой, боже ты мой. Хорошо, я заказала себе один салат, так потом и того, и другого, и третьего. Понемножку в результате. Ну, вкусно очень. Прям рекомендую. И вот кафе, это вот городок, магазин строительный. И при нем кафе. Оно до 12 ночи работает. Прям рекомендую. Костя сказал, говорит, поехали, говорит, в городок поедим. Я говорю, а что там, хорошо? Он говорит, так готовят вкусно, правда? Очень вкусно, большие порции. Танюшка брала салат с медальонами, с говяжьями, по-моему. Так там прям ореха насыпана вот этого, господи, как он называется, скажите, и шишки-то сибирские. Прям столько насыпано. Молодцы. И обслуживание, такая девчонка приятная официантка. И мальчишкам прям всем услужила, как надо. И Сашке, он вечно капризничает. Сейчас бы уже спать бы лечь, но времени еще мало. Погода вот действует. Прям весь день хочется лечь и полежать. А там он где-то в закат. Чего? Отец устал, а ему еще на крышу лезть. Папа, за рулем? Ага, и если нас поймает. Полиция? Поймает. За руль ему хочется. Подорожала, Лёв здесь дороже стоит. Он, наверное, здесь дороже стоит. Я вообще не говорю про конкретно этот. Будет ночь. Будет? Будет ночь. Ну, будет, конечно. Другими путями. Да. Они раньше ездили только центральными дорогами. А сейчас стали срезать. На рам магазин этот отворот. Ага. Так ее сколько ждали? Там вот следующее. На больницу идет. Еще от ворот. Ура, да. Крапка такая вылезла. Короче. Мама! Мама! Уже утро? Нет, вечер. Утро. Тут-то вообще просто было убито. Это такое. Может, в следующий лес поездили. Там еще есть поворотик. Облака. А где сон? А к больнице сколько лет? Ждали эту больницу. Вот здесь вот поворот налево. Никогда не ездил. Ну, а что налево, потом туда, направо. А как к Воронцовскому парку подъехать? А я не знаю. Не знаю, как туда подъехать. Может быть, где-то там же сделали вот это. При этом у Пуда остановка называется парк. Я даже не знаю, где тут вход. Сделали вот эти на скайпах-то или как они кататься. Саш, не знаю, не трогай мое лицо. Что у тебя за манера-то все время захватать меня за лицо? Мам. Зачущее веселье. Я не знаю. Не знаю. Папа, забор. Папа, куда едем? Куда? Едем пока прямо. Прямо. Что-то дорожка как-то сделана такая. Назы, походу, все вышли. Вот нам забрали. Это, получается, вот все вот это внутри больницы, дороги, это все, сеть эту целую дорогу все отремонтировала. Ну, классно, с подъездами к домам. Три трассера, да? А можно окно открыть? Открою, конечно. Раньше больного человека везли над скорой по таким ямам. Боль сплошная. Столько ждали, столько писали. Наконец-то вот сделали. Делали классные дороги, мне кажется, прям хорошие такие, чуткие. А это к больничке. Там соседи еще одна дорога. Все дороги здесь сделаны. Классно. Даже в Мурманске, блин, такого нет. У нас, конечно, делают, но так, чтобы с бордюрами, с тротуарами. Да! У нас так не делают. А что, значит, СРБ? Ну, их тут не было никогда. Тротуаров не было, в принципе. И дорог не было. Дорог не было и тротуаров. А Леву завтра приедут и делают. Да, я помню. Вот стоит пустое здание. А следующее, как по Павлу? Ага. А? В сентябре там, по-моему. Разве? В Апустое. По-моему. Там, приезжайте. Я в Апустое помогу. Нет, вот это сейчас будет четвертый. Да, тут дороги, это, конечно, плюс прям такой. По дорогам сразу домики красивые появились. А вот я приехал куда-то. Но к другому. Куда едем? Куда? Домой, Саша. Куда ж мы едем? Ты видишь, уже солнышко вон садится. Я не буду напрямо. Не будешь напрямо? А куда ты хочешь? Куда. Куда? Ну, прямо. А зачем нам прямо? Да он показывает сторону города. А, ты хочешь в сторону города? Да. Ты как болгарин, направо, а это прямо. Направо. Ага. Очень молодой. Он так сидит, и прямо. Прямо, прямо. А, вот она. Что это? У меня ветер. Смотри, вот, бабушка, вот она. Да я вижу, зайка. Вижу. Да, да, да. Субтитры создавал DimaTorzok